Казачий атаман В России с каждым годом развиваются инновационные способы обучения, а образование становится все доступнее. Так заключенные колонии номер 7 под Архангельском смогут дистанционно получить духовное образование. Местная епархия договорилась с руководством тюрьмы о передаче религиозной литературы в местную библиотеку. Заниматься с арестантами будет местный священник. Такого тебе кадра нарисовали? Образованный. Обучаться в воскресной школе смогут все желающие, а те, кто получил среднее специальное образование, также пройти курс «Основы православия» в Православном Святотихоновском гуманитарном университете. Кстати, в этом же вузе заочно получил богословское образование министр юстиции Александр Коновалов. Милости прошу к нашему шалашу! Пока архангельские арестанты учат молитвы, заключенные Нижнетагильской колонии номер 12 при поддержке руководства казенного дома организовали кружок по йоге. Я вас научу правильный йога. Правильный. Местный СИН решил похвалиться достижениями, но постеснялся показывать старый зал для занятий и продемонстрировал мастерство в графическом редактировании, подкрасив пол и стены в программе Microsoft Paint. Сотрудники управления ГИБДД России по Свердловской области к своему профессиональному празднику сняли видеоклип, в котором спели о соблюдении правил дорожного движения. Герои ролика инспекторы уверяют, что не просто так стоят с палочкой на перекрестке, а сбор штрафов с нарушителей непременно сделает мир добрее. Доблестные стражи порядка не только беспокоятся о безопасности на дорогах, но и покрывают незаконный сброс строительных отходов на охраняемой природной территории в Чуваши. Строительный мусор сбрасывали прямо в озеро Астраханка, под присмотром полицейских. Из-за сговора мусорщиков с полицией загубленными могут оказаться редкие виды птиц и свыше 400 видов растений. Озеро входит в санитарную зону месторождения минеральных вод, которая соединяется протоком с Волгой. Воистину, мусор и мусора – наше все. К происшествиям! Если по каким-то причинам вы оказались в Бердске, то вам может понадобиться противогаз. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина – разгул антропогенной стихии. Город смывает фекальными потоками. Из огромного провала в земле на улице Ушакова вот уже неделю вытекает и разливается говно. Что? Говно! Что? Дерьмодемон! Глубина этого провала 4 метра. Затопленными оказались более сотни участков. И станет сущая зловодной клакой. Еще неделю назад в одном из жилых домов в северном микрорайоне забился общий канализационный сток. Нечистоты потекли в подвал дома. Потом отходы вышли через открытый люк на дороге, где и образовался провал. Канализационные воды из дыры потекли на грядки к местным жителям. Говорят, в древнем Китае гости после обеда в знак уважения к хозяевам должны были испражниться на грядке, чтобы лучше росло. Но люди остались недовольны таким способом удобрения почвы. Дети закрытые дома дышат говном. Смыло огороды, соседей смыло. Мы отгораживали дом, потому что через яму у нас там затопило дом. Жители выстраивают баррикады вокруг домов в попытках отгородиться от говна. Коммунальщики пытаются устранить аварию, но прогнившие трубы не справляются с большим напором. Сейчас аварийные службы приступили к установке новой трубы, которую для большей безопасности залили бетонным саркофагом, как четвертый энергоблок на Чернобыльской АЭС. Будем надеяться, что вскоре соотечественники вздохнут с облегчением, и их не придется эвакуировать из зоны отчуждения. На этой неделе вышла книга Дмитрия Бученкова «Фальсификация уголовных дел в современной России на примере болотного дела». Книга того самого Бученкова, против которого Следственный комитет умудрился возбудить уголовное дело, несмотря на то, что его не было не только на Болотной площади, но и вообще в Москве. Книга выложена в свободном доступе и доступна по ссылке в описании. А 14 июля в деревне Крылова Пермского края все-таки состоится фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». В первом выпуске «Секундочек» мы рассказывали о том, что региональные власти отказались финансировать праздник. Организаторы нашли деньги, но программа фестиваля держится в секрете. Ждем с нетерпением. Оставайтесь сильными, берегите себя и страну. Идите на три буквы. Организаторы